Медиагруппа Авангард представляет Сегодня я буду вам рассказывать про метрики, про то, как мы используем метрики в банке Тинькофф. Касательно проблемы, что хотелось бы сказать? Я часто узнаю о том, что никто в принципе не использует метрики, никто не меряет процессы, никто не меряет, скажем так, жизнеспособность процессов, как бизнес-процессов, так и каких-то технических и в принципе не занимаются этим почему-то. Но при этом есть проблемы. Проблемы чаще всего связаны с тем, что, например, запустили какой-то процесс в банке, не знаю, процесс, пусть будет увольнение, блокировки уволенных сотрудников в рамках каких-нибудь аудитов Центробанка. Через неделю или через месяц все те скрипты, которые работали, например, блокировали какие-то учетные записи, доставали, оповещали пользователей, либо еще что-то делали, они просто поломались, например. Никто за этим не следит, через, не знаю, два или три месяца приходит проверка ЦБ, все начинают готовиться к этому, поднимать эти скрипты, оказывается, что давно уже ничего не работает, и вот в таком вот темпе, в быстром вальсе пытаются как-то наладить работу. То есть первое, что позволяет контролировать метрики, это, наверное, учет, ну, с нашей точки зрения. Ну, то есть они позволяют учитывать все процессы, которые происходят в банке и контролировать жизнеспособность этих процессов. Ну, то есть метрики также помогают нам, не только нам, они в принципе всем помогают, если их использовать. Они помогают предоставлять отчетность перед бизнесом по работе, скажем так, подразделения Департамента информационной безопасности или просто отдела информационной безопасности. Информационная безопасность у нас в Тинькофф – это процесс. Мы стараемся никогда не затыкать дырки, то есть мы как-то комплексно решаем проблему. Например, ну, возникает какая-то проблема, например, не знаю, сетевик или какой-то сотрудник IT мискликнул и открыл там 3389 порт наружу. Мы об этом узнали, там, ну, организация какая-то узнала. Это пример не наш, это я просто придумываю. Узнали, например, об этом где-нибудь в СМИ, то, что там у какого-то банка дырка 3389 наружу с какой-то уязвимостью. Дальше мы понимаем, что есть какой-то процесс, который нам не подконтролен, который нужно контролировать. В рамках этой проблемы рождается задача. Задача падает на отдел, там, например, ну, на наш отдел, соответственно, на Департамент информационной безопасности. Мы осознаем эту проблему и придумываем, ну, то есть анализируем ее, смотрим, как можно решить эту проблему, какие методы можно использовать для контроля периметра, например, в том числе. И дальше мы чаще всего идем за согласованием вот всего процесса, проработки всего процесса к IT, для того, чтобы все понимали, как мы это контролируем и что будет, если вдруг, ну, там, не знаю, идти не по процессу. То есть проговариваем это все с IT. Дальше после того, как мы все проговорили, мы стараемся реализовать процесс там по контролю чего-то где-то. И самое главное, на этом у нас не заканчивается. Вот чаще всего у всех организациях на вот этом шаге все и заканчивается, то есть реализовали какой-то процесс и все, забыли про него на какое-то время. Но мы стараемся использовать еще и дополнительно вот как раз вот этот механизм метрик, который позволяет нам контролировать вообще в принципе все процессы. То есть метрики для нас это, по сути дела, база, в которой собраны все процессы по информационной безопасности. Это живой пример процесса, как мы его контролируем, как мы строим в принципе процессы в Тинькофф. Мы поняли в один прекрасный момент, что сотрудники используют корпоративную технику в личных целях. Устанавливают там контрстрайки какие-то, устанавливают всякие торренты и все остальное. Дальше мы поняли, что это проблема и с ней надо как-то бороться. Из этого рождается задача, задача контроля ПКПО на ПК. Дальше мы прорабатываем технические моменты и пытаемся понять, как можно это решить. В нашем случае мы начали просто-напросто собирать логи со всех компьютеров в банке и анализировать на предмет установленного ПО. Из этого рождается процесс. За этот процесс ответственный специальный человек, который контролирует в принципе все ПО, которое устанавливается в банке. Он там помечает это дело каждую неделю и отправляет опять же в базу какую-то. Если ПО устанавливается там какое-то плохое, скажем так, какой-нибудь VPN клиент, то сначала залетит заявка в SD на удаление этого программного обеспечения, а сотруднику задается вопрос, зачем ты это сделал. И дальше, что самое главное, мы включаем этот процесс в метрике. Я вот специально не стал в презентацию вставлять то, как это выглядит у нас, потому что во всех организациях, наверное, это все-таки по-разному может выглядеть. Ну, в принципе, изначально можно даже это вести, все эти метрики можно вести просто в обычном Excel файле, и это ничего такого страшного. То есть никакого rocket science нет на самом деле. Вот. И мы это включаем в метрике. Метрики для нас это, ну, то есть у нас мы собираемся каждые две недели для того, чтобы посмотреть все процессы, насколько они живы, и посмотреть, есть ли какие-то отклонения от этих процессов. Вот примеры, в принципе, процессов, которые у нас занесены так или иначе в метрике. Их около 300 процессов, которые мы так или иначе контролируем, так или иначе они родились у нас каким-то образом. У нас департамент делится на несколько отделов. Отдел инфраструктурной безопасности, Red Team, Обсек, СОК и там compliance контроль. Ну, из интересного, вот про контроль ПО я уже рассказал, есть там контроль за удалением средств защиты, то есть если на компьютере пользователя вдруг по какой-то причине удалилось средство защиты, и мы понимаем после того, как прошел весь процесс, что удалил это, ну, средство защиты удалил пользователь сам, то мы как-то начинаем реагировать на это. Также мы контролируем, например, сетевые, открытые сетевые каталоги. То есть у нас есть много шар, и если мы видим, что количество шар увеличивается по каким-то причинам, то мы тоже на это все дело реагируем, стараемся реагировать. Также мы контролируем, например, доступ к критичным сетям. То есть у нас есть отдельные DMZ-зоны, информация о прорубливании новых дырок складывается в отдельную базу, и, собственно говоря, есть сотрудник, который отвечает за то, чтобы все открытые дырки соответствовали заявкам, и чтобы не получилось так, чтобы процесс пошел мимо SD, грубо говоря, сервис-деска. За этим мы тоже следим, и это внесено в метрики для того, чтобы просто тупо не забыть про это. То есть когда у вас большая организация, достаточно сложно следить за всеми процессами. Вот как раз-таки метрики, они нам помогают контролировать работу всех процессов и контролировать то, что никакой процесс не умер. Это очень для нас важно. Ну еще, наверное, есть, конечно же, еще и в Red Team, грубо говоря, какие-то метрики, которые мы собираем. Это, например, контроль внутренних аудитов. То есть у нас Red Team должен проверять Security Operation Center, например, четыре раза в год. И эта информация тоже внесена в метрики для того, чтобы, скажем так, не забыть про то, ну или как-то подготовиться к тому, что Red Team через два месяца, через три приступит к тестированию СОКа и начнет, собственно говоря, делать какие-то телодвижения в эту сторону. Из интересных, наверное, еще мы контролируем сбор событий ИБ, это по СОК, по Security Operation Center контролируем это для того, чтобы вдруг, не дай бог, не получилось так, что в какой-то прекрасный момент у нас не поступают события, а мы об этом просто, например, не знаем, не видим. То есть метрики нам позволяют контролировать все процессы и позволяют делать так, чтобы процессы жили. Ну и еще, кстати говоря, очень, наверное, полезно отказываться от каких-то ненужных процессов. Вот, например, у нас был процесс по контролю за отключением компьютеров в Active Directory, то есть информация с Active Directory сливалась в базу, там как-то коррелировалось, и все это дело попадало в метрики. В один прекрасный момент мы, конечно же, увидели, что компьютеры перестали блокироваться, но и с другой стороны мы, в принципе, мы поняли, что нам это не нужно, то есть никаким риском это не ведет, и поэтому мы решили отказаться, например, от вот этого процесса, то есть он не нужен нам, и, в принципе, отказались. Вот, таким вот образом мы пересматриваем также, метрики нам также помогают пересматривать процессы внутри нашего департамента. Еще очень важное дополнение, в котором помогают нам метрики, это тренды. То есть в метрике мы заносим также информацию по, например, инвентаризации всей техники, не знаю, которая есть в организации. И если мы видим, что количество хостов, например, прибавилось, то это позволяет нам сделать какие-то, возможно, принять какие-то управленческие решения. Ну, например, количество хостов увеличилось, значит, количество заявок, там, например, на установку антивирусов тоже увеличится, и означает то, что на подразделения вырастет нагрузка. И, таким образом, мы можем предвидеть и сказать об этом, скажем так, куда-то выше, руководителю своему о том, что, господа, нам нужно еще людей. Вот, таким вот образом мы, в принципе, следим за трендами и стараемся как-то предугадать то, что нам в дальнейшем, возможно, понадобятся какие-то там еще ресурсы для решения проблем. То же самое касается количества, например, критичных хостов, критичных сетей. Если количество критичных сетей в банке растет, то, значит, время на согласование и заявок на открытие доступов, оно будет тоже возрастать. И, таким вот образом, можно, в принципе, предугадать то, что нагрузка на отдел согласования доступа вырастет. Также очень важным, наверное, является то, что мы с помощью метрик можем прогнозировать, нужно ли нам, например, на следующий год либо еще, либо быстрее как-то отмасштабировать средства защиты информации. То есть, если мы видим, что количество хостов возрастает, то нужно, собственно говоря, антивирусов больше, и лицензий на это больше, и все это помогает нам делать метрики как раз-таки. Также очень важным для нас является отчетность. То есть, в метриках мы предоставляем отчетность перед нашим руководством. То есть, мы показываем, что, не знаю, установлено 15 тысяч, например, антивирусов за неделю, не знаю, ну не 15 тысяч, конечно, а плюс 100 установок антивирусов. И это все складывается вот в эти как раз-таки наши метрики и улетает дальше руководству. Ну вот как-то так, наверное, больше мне и нечего сказать. Спасибо. Такой вопрос из зала. В чем в вашем случае принципиально отличие метрик от Сиема, который, собственно, собирает все ключевые события и может, там, строить и тренды и так далее? Не-не-не, Сием – это совсем другая история. То есть, метрики для нас – это контроль процессов. Контроль того, что процесс работает. Так или иначе, да, это, ну, то есть, метрики, они завязаны на Сием. Ну, некоторые, да, некоторые метрики, совершенно верно. Но, ну, чаще всего это просто, ну, там, то есть, как мы контролируем количество хостов в Active Directory. Просто подключаемся к AD, выгребаем все хосты и закидываем в базенку. Там коррелируем. Там, если, ну, по сути дела, да, это можно назвать Сиемом. Но дело в том, что источники все разные, и все в один Сием мы не загоняем, как бы. Вот, например, контроль за программным обеспечением. Так или иначе, там человек сидит, который категоризирует программное обеспечение. Это в Сием включить нельзя. Ну, то есть, метрики собираются с разных сторон. И поэтому, ну, то есть, в Сием это не загнать, короче говоря, все. Как выносятся результаты измерений на уровень бизнеса? То есть, вряд ли, там, предправление интересует количество хостов или изменение комплайенса на 15 процентов, или что у вас увеличилось количество шар внутри сети. Вот что идет на уровень топов? У нас меряется очень много чего, и в том числе меряются всевозможные аудиторские какие-то вещи, то есть, прохождение там PCI, DSS, все вот эти хосты с комплайенсом и все остальное. Это тоже меряется. И помимо этого, ну, это интересный бизнес, на самом деле. Ну, мы отправляем, и, да, нам задают вопросы, почему там прирост, почему там у нас, например, минус 50 процентов упала метрика, там, за февраль, например. С чем это связано? Мы стараемся отвечать на эти вопросы, там, ну, то есть, это связано с тем, что количество хостов в банке, там, не знаю, увеличилось. Ну, то есть, это интересный бизнес. Спасибо. Артем. Правильно ли я понимаю, что вы учитываете только количественные факторы? То есть, это некий, там, таск-трекер, и, судя по тому, что вы еще потом запрашиваете как-то людей, то у вас еще есть учет времени по выполнению этих задач. Да, мы учитываем количественные показатели, и для нас все процессы, которые мы строим, они, мы так или иначе пытаемся привязаться к какому-то числу. Вот вы людей как обосновываете, мне вот интересно. Что, что еще раз? Людей как обосновываете? Говорю, эти, вам нужно больше людей. Ну, по ресурсам, ну, то есть, если мы видим, что, там, я не знаю, к примеру, количество сетей, опять же, выросло там в два с половиной раза, открылось там, я не знаю, еще какие-то колл-центры, то, понятное дело, что на обработку всех запросов от этих людей нужно больше, ну, как бы наших ресурсов. И тут встает вопрос, ну, то есть, либо мы как-то что-то не делаем и делаем это, либо как-то, ну, то есть, либо ищем, реально новых людей. У колл-центра есть четкие как раз метрики с точки зрения времени, сколько они тратят в среднем на клиента. А как вы по остальным направлениям это считаете? Как вы бизнесу даете вот количество людей, которые вам нужно? У вас там увеличился, у вас там, не знаю, какой-нибудь сегмент, вам нужно теперь больше поставить антивирусов. Как вы это померяете? Количественные показатели показывают то, что действительно в каких-то моментах нам нужно больше ресурсов. Если ресурсов нет, то либо мы это не делаем, и бизнес принимает решение, что, ага, забиваем там, грубо говоря. Либо мы это делаем, и тогда нам нужны еще ресурсы на это. Спасибо. Вот еще вопрос. Кто принимает решение, какие метрики собирать, и от каких отказываться, какие выносить на уровень выше? У нас каждые две недели есть встречи. Встречи по метрикам, они так и называются, метрики. Туда приходят все заинтересованные лица, ответственные за какие-то ключевые процессы. Мы туда приходим, встречаемся, обсуждаем тренды и смотрим, есть ли какие-то процессы, которые нужно убрать, либо наоборот, есть ли что-то, что нужно добавить. Либо если что-то добавилось за предыдущую неделю или месяц, нужно ли это включать в метрики. Вот так у нас это работает. Спасибо, Артем. Спасибо.